Носить ремень вроде очень просто, ведь так? Но что если я вам скажу, что 90% мужчин неправильно носят свой ремень? Серьезно. Может это и выглядит незначительным, но если носить неправильный ремень, не того размера, с неправильной пряжкой, это может разрушить весь ваш образ. Сегодня расскажу, что вам нужно знать для покупки правильного ремня. Сперва обсудим, как ремень должен прилегать к вашей одежде. Для этого разрешите представить вам гиглинию. Гиглиния – это воображаемая линия, которая как бы соединяет шов рубашки, на котором крепятся пуговицы, край пряжки ремня и молния на брюках. Откуда оно появилось? Идея этой линии пришла к нам из армии. В целом в армии все учитывается, и форма в том числе. Поэтому если вы заканчивали учебку или служили в войсках, то вас там должны были проверять. Поэтому вы можете знать об этой гиглинии. И это имеет смысл, потому что, если вы интересовались историей, то наверняка знаете, что ремни стали популярными после Первой мировой войны. Потому что военные, вернувшись на гражданку, сохранили свои ремни и заменили ими подтяжки в тридцатых и сороковых годах. Что насчет материала, из которого сделан ремень, и какой тип пряжки? Что это вообще за терминология? Давайте разберем ремень по деталям. Итак, первым делом у нас идет ремень. Ремешок – это не металлическая часть, которая идет вокруг пояса. Далее идет пряжка. Их существует много видов. Первая самая популярная – это рамочная пряжка. У нее есть планка, чтобы крепиться к ремешку. У нее есть язычок, который проходит сквозь ремешок. Также есть петли, которые придерживают ремень. И иногда можно встретить металлический наконечник для декорации. Также есть пряжки-защелки. Это когда ремень проходит через пряжку, а внутри вертикаль-колышок прижимает ремешок и держится за счет давления. Также есть пряжки с крючком, очень популярны в западном мире. Это когда у металлической пластмассы есть такой вот крюк, который цепляется за отверстие в ремне. И мой любимый тип пряжки с микронастройкой. У таких ремней нет никаких отверстий на ремешке. А если их перевернуть, то мы можем увидеть шину с разметкой. Прикол в том, что в таких ремнях можно настраивать их с ходом вплоть до полсантиметра. В сравнении с классическими ремнями, где ход между отверстиями составляет 2-3 сантиметра. И еще неприятный момент, когда часто носишь ремень, то на ремешке появляются вот такие вот вмятины от пряжки. И как эта система работает с пряжкой. На пряжке, если вы видите, есть металлический захват. И когда мы просовываем туда ремешок, то он цепляет его. Давайте перейдем к стилям пряжек. Многие ребята допускают ошибку и надевают слишком повседневный тип пряжки, когда следовало бы выбрать что-то более формальное. Классическая прямоугольная пряжка серебряного или золотого цвета будет, наверное, самым формальным стилем. Такие вот пряжки были выбором деловых мужчин уже 70 лет. Она подойдет для костюма или даже для джинс с рубашкой. Плоская пряжка бронзового цвета, да еще и с таким полосатым ремешком, это будет более casual стиль. Я могу ее надеть с шортами и пола, могу надеть ее с джинсами и рубашкой. Надену ли я такую пряжку с костюмом, скорее всего, нет. Но ей можно придать более формальный вид, если выбрать цельный серебряный цвет и ремешок темно-коричневого цвета. Такой ремень можно надеть с костюмом. Итак, это подводит нас к ремешкам. Если у вас очень формальная пряжка, означает, что у вас и формальный ремень не совсем. Потому что надо также учитывать и ремешок. Ну вот этот ремешок, он очень casual. Получается, что и весь ремень будет тоже casual. Запомните, что формальность ремня зависит от комбинации двух вещей. Это пряжка и ремешок. Более формальные ремешки. Выполнены из кожи. И они обычно темных цветов. Это черный, коричневый или красный. Вот эти ремни, они будут уже более casual. Обратите внимание, они более светлых тонов и на некоторых есть паттерны. Вот тут текстура кожи. Вот тут замша. Так что рисунки и паттерны плюс материал делают ремень более casual. Эти ремни отлично подойдут для casual костюма, спортивного пиджака, повседневным брюкам или даже блейзер и джинсы. Casual ремни чаще всего будут сделаны из тканей ярких цветов или комбинации ярких цветов. Если вы сомневаетесь, господа, то запомните. Ваш ремень настолько формален, насколько это позволяет его самый casual элемент. Давайте обсудим размеры ремня. Итак, первое, это ширина. Если он около 3 сантиметров, то это костюмный ремень. Если он больше 3 сантиметров, это уже casual ремень. Если вы вдруг задаетесь вопросом, что насчет очень широких ремней, скажем 4 сантиметра и шире, чаще всего это рабочие ремни. Ремни, которые уже чем 3 сантиметра, то скорее всего это женские ремни. Давайте обсудим длину ремня. Длина ремня должна быть равна размеру ваших джинс. Эта цифра, 32, не имеет ничего общего с дюймами. Но если вы решили себя измерить и у вас 32 размер, то скорее всего вы узнаете, что ваша талия имеет 35 дюймов. Так что если у вас джинсы 36 размера, то вам подойдет ремень 36 размера. Но если вы сомневаетесь, и у вас непонятный размер, тогда дайте преимущество большему размеру. Потому что его всегда можно укоротить. Итак, следующий момент о нем знают только профессионалы, насколько ремешок может выходить за пряжку. Слишком много, то уже неуклюже. Если слишком мало, скажем, вы набрали немного веса, то этот ремень можно выбросить. В целом правильно, когда ремешок выступает на 10-15 сантиметров. Если вы невысокого роста, скажем, метр 70, то тогда ремешок может выступать на 10 сантиметров. Если вы высокий, под 2 метра, тогда можете смело оставлять 15 сантиметров. Если у вас меняется постоянно вес, тогда ставьте себе немного запаса, чтобы вы могли корректировать длину ремня. Как же насчет подбора ремня? Ну, самое общее правило. Металл должен подходить к металлу, кожа должна подходить к коже. Также и ремень. Пряжка подходит к серебряным часам, кожа подходит к коже на ремне. Но что, если у меня другие часы, которые вообще не подходят к ремню? Или у меня браслет, который отличается по цвету от ремешка? Друзья, думаю, что тут надо искать наиболее подходящие варианты. Они могут не совпадать прямо идеально, но должны сочетаться друг с другом. Просто старайтесь избегать, скажем, черный ремень и коричневые ботинки. Но тем не менее, вы можете это сделать. Просто поймите, эти правила как бы помогают создать единый стиль и образ. Но вы можете их нарушать и в целом делать то, что захотите. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.